Уважаемые телезрители, ассаляму алейкум! Вы смотрите передачу «По душам» и с вами я, Алия Тулегенова. С каждым днём мы сталкиваемся с тем, что нам нужно сделать это или нам нужно сделать то. Такое ощущение, что дела не заканчиваются, и они как будто накапливаются с каждым днём. Насколько правильно и верно мы делаем отчёт перед самими собой? И нужно ли нам это? Давайте поговорим об этом. Ежедневно у нас накапливается очень много мыслей. Нам нравится размышлять о чём-то, делать какие-то выводы, учиться чему-то новому. Желательно, если мы что-то запланировали, это завершать, потому что любое незавершённое дело наш мозг фиксирует как нерешённую задачу, что может вызвать тревогу. И самым лучшим способом в этом является самоотчёт. Ценность отчёта трудно переоценить, потому что даже если ваша память совершенна, всё равно в одно и то же время в наш мозг не помещается слишком много информации. Перед тем, как что-либо спланировать, есть польза в живом общении, например, с подругой или своей сестрой. Можно обсудить ряд вопросов, которые вы хотели бы решить. Иногда просто от обычного общения в вашей голове могут появиться мысли или идеи, о которых вы раньше не думали. И когда к вам пришли идеи, самое время планировать. Важность планирования заключается в том, что в мозгу появляется задача. И оказывается, наш мозг не успокаивается, пока не выполнит эту задачу. Вот почему успешные люди планируют то, чего хотели бы достичь. Самым распространённым и эффективным способом является записывать в ежедневник или в журнал ваши планы, вот то, что вы запланировали сделать, и проверять, насколько вы эффективно их выполнили в конце дня. Взяв листок бумаги, попросите свою подругу или сестру планировать вместе, так как вместе всегда веселее. На бумаге соберите все свои мысли и спланируйте ваши действия. И в конце дня напишите отчёт всех сделанных или не сделанных вещей. Например, если вы хотели кому-либо помочь из своих близких, или по дому, или по хозяйству, или цветы вы хотели полить, сходить за продуктами, выучить несколько аятов из Курана, прочитать полезную информацию и так далее. Если удалось это сделать, то зафиксируйте это в своём отчёте. Если же не удалось, то нужно, написав причину, перенести это дело на следующий день, потому что наш мозг всё равно об этом не забыл. Именно по такому принципу и работает наш мозг. Все нерешённые запланированные дела он откладывает на потом, чтобы решить их позднее. Дело в том, что если мы этого не делаем, то давайте представим, что, допустим, год назад, что вот мы запланировали, мы можем всё это просто забыть. А мозг, оказывается, эти вещи не забывает. То есть если мы год назад запланировали, например, купить что-либо, или подарить кому-то что-либо, наш мозг фиксирует это, удерживает вот эту энергию, что нам необходимо это сделать. И это немножко тормозит нас. Если представить, что все нерешённые задачи — это какой-либо груз, то можно представить, что насколько тяжело бывает в этот момент, и это сильно тормозит, как бы мешает идти вперёд. Например, представим, что я запланировала что-то сделать. Оказывается, любой план, он начинается с намерения. И поставив хорошее намерение, запланировав его, необходимо этот план записать. А потом в конце дня проверить, насколько я это выполнила. И тогда мозг, оказывается, делает галочку. Ага, сделано, готово. Можно поставить данный список на видное место или повесить на холодильник, так, чтобы вы часто видели этот список. Это поможет всегда иметь в виду, что вам нужно сделать. И контролировать своё время. Если какая-либо из задач не закончена, то это как бы откладывается в ящик у меня в мозгу. И мозг как бы потребляет энергию именно в ту сторону. То есть часть энергии, ресурсов моего мозга уходит на поддержание вот этих вот планов, которые не реализовались. Поэтому очень важно, оказывается, давать себе отчёт в том, что мы сделали и что мы не сделали. Может показаться, что зачем самоотчёт? И так-то времени мало. Но, оказывается, самоотчёт очень важен, потому что он ускоряет ваше движение. И если вы, например, едете в машине, то самоотчёт – это как переключатель скорости. Можно договориться с подругой, напоминать друг другу по телефону, что нужно сделать. Например, вы напоминаете её дело, а она ваше. И вы звоните, напоминаете ей, а она звонит вам и напоминает вам. Так можно играть роль личного секретаря. Иногда, когда отсутствует саморегуляция и самоотчёт, это может вызвать как бы плохое негативное мышление. Потому что любое нерешённое дело – это как бы для мозга считается мелкой неудачей. И когда они накапливаются, есть такая склонность плохо думать. Самотчёт в данном случае помогает тем, что мы можем увидеть наши ошибки, где мы что-то неправильно сделали или неправильное решение приняли, или какие-то вещи мы не используем. Говоря о неиспользованных вещах, важно отметить, что все вещи, которые мы не используем, они тоже как бы не лучшим образом сказываются на то, на нашем мышлении, на нашей активности, бодрости, скажем так. Например, если я, допустим, запланировала и хотела научиться шить, то я покупаю, допустим, вещи, нитки, иголки, даже швейную машину покупаю. Но из-за нехватки времени или из-за отсутствия самоотчёта я ничего не делаю. То есть швейная машина стоит, как и стояла. И оказывается, мой мозг, он начинает тревожиться. Зачем купила? Вот задания не выполнила, не выполнила и так далее. И когда мы что-то не используем, например, в моём примере, это швейную машину, желательно её или продать, или подарить кому-нибудь, или начать шить. Дело в том, что когда мы убираем неиспользованные вещи, то у нас формируется пространство. А любое пространство, по милости Аллаха, оно как бы ведёт к изменениям. Как нам что-то новое придёт, если там занято? Поэтому неиспользованные вещи желательно от них избавляться. Время от времени нужно делать ревизию всех своих вещей. Это касается не только письменного стола, но и вашего гардероба. Когда у вас есть вещи, которые вы не используете, они занимают ваше пространство, что мешает упорядочить мысли. Например, если вы не используете какие-либо рубашки, сумки, ремни, платки, вы можете положить их во временный ящик. Если через какое-то время вы всё равно их не используете, самое время расстаться с ними. Или продать их, или подарить людям, которым они нужнее. Так у вас останется свободное пространство для мыслей и новых планов, так необходимых для развития и роста. В поклонении тоже важен самоотчёт. Например, вы можете спланировать на сегодня, сколько аятов выучить, сколько хороших дел сделать, чем кому помочь. И в конце дня необходимо всё это проверить. Если это было не решено, не сделано, то вы можете промониторить и проследить, что помешало, почему этот вопрос был не решён. Как говорится на языке водителей, какое колесо буксует. Если всё однообразно в жизни, то мы не поймём, где нам меняться. Поэтому все промахи, неудачи, они способствуют развитию и улучшению нашего состояния. Но как мы поймём, где мы ошиблись, если мы не даём себе отчёт? Самоотчёт помогает упорядочивать мысли. Если вы запутались, кому что должны, кому что обещали, что сами планировали сделать, сделайте небольшую паузу и подумайте, что для вас в данный момент важнее. Для этого тоже можно выписать все пункты и распределить их по приоритетам. Если и это трудно сделать, просто начните что-то перебирать. Например, посуду. Когда вы что-либо перебираете, не важно что, посуду, вещи, карандаши, визитки, ключи, предметы, то мозг автоматически получает команду сделать порядок и начинает упорядочивать ваши мысли. Так вам будет легче контролировать ваши планы и самоотчёты. Ведь самоотчёт – это ваше внутреннее видение ситуации. Когда он есть, вы видите результат со всех сторон, как снаружи, так и изнутри. Уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы на e-mail и номер WhatsApp, который вы сейчас видите на экране. У нас есть вопрос, давайте его рассмотрим. Иногда у меня накапливается много дел, которые нужно срочно сделать. Я не знаю, за что взяться и нервничаю. Что мне делать? В такие моменты, когда вы сильно волнуетесь, и тем более, когда накопилось очень много дел, самым первым, что необходимо сделать, это выписать всё, что вам необходимо было сделать. А потом, медленно, но верно, начинать вот с каждого пункта просто начать что-то делать. Иногда просто в мозгу происходит какой-то хаос, что за что взяться, с чего начать, как успокоиться и так далее. И, казалось бы, всё очень просто, но мы, оказывается, заранее волнуемся о том, что мы не успеваем, что-то у нас не получается. Для того, чтобы успокоиться и снизить свою тревожность, нужно просто начать что-то делать, иншаллах. В жизни есть свои правила. То, что было вчера, уже ушло. То, что будет завтра, ещё неизвестно. У нас есть только здесь и сейчас, в котором мы можем честно себе признаться. Признаться в том, что я сделал, и как это сделал, или почему не сделал, и постараться исправить это завтра. Ведь о человеке судят по его поступкам. Вы смотрите передачу «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова